Всем добрый день. У нас в студии Валерий Снегирев. Здравствуйте. Добрый день. Валерий автор книги Старобельское эхо Катынской трагедии. В общем, мы договорились пообщаться с Валерием по поводу этой книги. Он выпустил ее недавно. И в эти дни мы встречаемся не просто так, потому что для кого-то в Харькове 23 августа это день города и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А еще это дата, в которую 81 год назад был подписан пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого была разделена Восточная Европа и через неделю началась война против Польши. Тысячи военных поляков попали в плен, советский плен, и весной 40-го года, 5 марта, по-моему, если не ошибаюсь, был издан указ секретный, по которому, в общем-то, 20 с лишним тысяч человек было расстреляно. А почему мы говорим в том числе об этом в наших стенах и почему в Харькове? Потому что в Харькове есть мемориал, где похоронены около трех тысяч польских офицеров. Они находились в Осташковском концентрационном лагере, который находился в Старобельске, Луганской области. Их привезли сюда и расстреляли. Вот книга посвящена всей этой трагедии, и мы сейчас будем об этом говорить. Валерий, давайте начнем с того, как вы вышли на эту тему, почему вы стали этим заниматься. Всем добрый день, спасибо большое, что заинтересовало Харьков, хотя я не харьковщанин, я сейчас в Киеве, а всю свою сознательную жизнь до тысячи, вернее, до 2014 года я прожил в Луганске, а Старобельск это как раз Луганская область, поэтому так уж получилось, что, не поверите, этой темой я заинтересовался еще в 1988 году. Когда я был студентом исторического факультета, у меня была очень интересная тема, как раз тоже, видите, ничего случайного не бывает. Я писал о польском походе Тухачевского на Варшаву в 2020 году. То, что сейчас отмечают поляки столетия совместной борьбы польского и украинского оружия, которые остановили большевистскую навалу и не допустили советизации Европы. Потому что пожар мировой революции, раздуваемый Владимиром Ильичем Лениным, был очень просто. У меня действительно очень была серьезная дипломная работа. Я работал с архивными документами в Москве. И мимоходом, поскольку разговорились со старыми, я теперь понимаю, отставными работниками спецслужбы. Они мне так полушепотом, а хоть в курсе, что у вас там в Луганской области был лагерь польских военнопленных. Я говорю, нет. А что с ними стало? Ну, это уже второй вопрос. Об этом совершенно официально. Поляки об этом говорили с 43-го года. Советский Совет только в 1990 году признал, что да, было три лагеря польских военнопленных. Самый знаменитый под Смоленском, Катынь, почему он собирательное название и носит. А потом Осташково, упомянутый на вами, это Тверская область, и Старобельск, Луганской области. И вот самый загадочный с одной стороны и самый, с другой стороны, наиболее известный на Западе, это как раз Старобельский лагерь. Почему? Потому что так получилось, что 79 человек заключенных Старобельского лагеря, а вот можно я сразу оговорюсь, там не только поляки были, там были офицеры войска польского. То есть, 1 сентября, совершенно верно, была объявлена война, тогда еще не знали, что она будет мировой. Это было нападение Германии на Польшу, и объявлена мобилизация. И мобилизовали всех, кого можно и кого нельзя. У вас в Харькове, кстати, среди расстрелянных поляков, лежит единственная женщина-летчик польской авиации, Ванда Ливандовская, которая была сначала в Старобельске, а потом нашла здесь последнее свое покоение у вас в Пятихатках. И вот, несмотря на то, что она женщина, тем не менее, пулев в затылок господин Блохин ей выпустил. Так вот, эта тема заинтересовала. Тем более, так получилось потом, что после исторического факультета у меня был юридический факультет. И вот, заинтересовала еще с такой точки зрения, что все обычно говорят, это я плавно подвожу к 23 августа, что 23 августа для Харькова – это день освобождения города, второе освобождение, это, как говорится, приуроченный, естественно, и день города к этому, ну, чтобы я понимаю, у каждого города свои традиции. В Украине мы будем отмечать день государственного флага, но вся Европа 23 августа отмечает день жертв тоталитаризма, то есть день жертв и фашистского, и советского террора. Из-за того, что 23 августа, вот открываем книжечку, здесь, правда, очень плохо пропечатано, ну, если желающие будут, посмотрите. Вот эти вот так называемые дополнительные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. В самом пакте нет ничего предосудительного, это практика международных договоров, но вот в этих четырех дополнительных протоколах вот Польша была поделена пополам. Сфера влияния советская, сфера влияния германская. И вот здесь, когда говорят о том, что мы не будем пересматривать ревизии Второй мировой войны, мы развебрались и поставили точку, да ничего подобного. Самое смешное, что вот эта книга, очень многострадальная книга, в интернете она висит на сайте Самиздат, либо Ру, еще с 2003 года. Причем сайт живой, ну, Самиздат, он и есть Самиздат, даже сайт называется. А заходов, ну, грубо говоря, в год больше, чем всего жителей Старобирска. Для харьковчан, чтобы вы понимали и наших телезрителей, Старобирск это уездный город, кстати, Харьковской губернии, один из самых старых городов Луганской области, он 1604 года, но он как-то в одной паре, там 13-16 тысяч, и все. Плюс, сделав небольшую рекламу этому городу, тем более, выйдя на перрон, я увидел отца Федора, бегущего с чайником, то Старобирск сейчас себя позиционирует, как город-родина 12 стульев. Якобы, там Ильф и Петров, сидя в гостинице Старобирска, озарились Гамсусевским гарнитуром, и вся идея 12 стульев, это как раз благодаря благословенному Старобирскому воздуху. Там памятник и Кисе Воробьянину, и Эстапу Бендеру, знаменитая фраза «Дяденька, дай 10 копеек, а может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат». Там местным скульпторам увековечено. И вот это все, кстати, но город это без общественного транспорта, там просто нет общественного транспорта, либо такси, либо велосипеды и мокики. И все. И вот город Старобирск, в котором, на всякий случай, с 1939 года, с 18 сентября официально открылся концентрационный лагерь, причем очень интересная специализация была. В Старобирске собрали всю элиту не только войска польского, но и всю элиту польской науки. Но, чтобы вы понимали, там в полном составе, поскольку это был фильтрационный лагерь, они обменивались с заключенными, сидели в Институт противохимической обороны, военно-медицинская академия польская в полном составе. Сидели военно-обязанные профессора, которые занимались агрономией. но только лишь потому, что они были в погонах и только лишь потому, что в 1939 году Львов, который до этого две недели успешно оборонялся от немцев поляками, и когда пришел маршал Тимошенко ему, решили поляки сдаться Красной армии братьям славянам, вот все они и пошли в Старобирский лагерь. И это как раз не поверите, привожу данные в конце, книга, кстати, называется «Свидетели и документы рассказывают». И для наших зрителей вот может вы слышали Польша в этом году отмечает 80 лет. Причем официально да, действительно с 5 марта у них начинает старт этих травмных мероприятий и закончатся эти травмные мероприятия в ноябре месяце 16-го числа, когда зажгут поминальные свечи на всех, где есть польские кресты. И эти свечи будут поддерживаться до 31-го ноября на Дня Всех Святых. И это тоже коснется и Старобирска, и Харькова в том числе. До чего я вам это рассказываю? Посмотрите, пожалуйста, если кого-то заинтересует, здесь список брансев, то есть узников Старобирского лагеря. Помимо польских фамилий, белорусских фамилий, украинских фамилий, вы там найдете грузинские фамилии, поскольку очень много было белоэмигрантов, как их тогда называли, которые сели в Польшу, страна близкая, родственная, и они решили защищать вторую родину и нашли здесь свое последнее пристанище у вас на Пятихатках. А вот я что хотел спросить. Вот лагерь находился в Старобельске. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что те, кто там был пленен, привезли в Харьков и расстреляли? Почему это происходило так? Почему это не случилось на месте? Вот для тех, кто не знает, на улице Жон Мироносец у нас находится с одной стороны здание СБУ, по соседней улице стоит здание управления МВД и там находилось как раз здание НКВД, в котором собственно все и произошло. Почему это произошло в Харькове, а не на месте? Почему не в другом городе? Спасибо. Еще раз спасибо за вопрос, очень хорошее уточнение. По одной простой причине. Это не было самодеятельность, это было все четко регламентировано и расписано. Я напоминаю, что в 1939 году наркомом внутренних дел был уже Лаврентий Павлович Берия, и это была планомерная чекистская операция. Не просто привозилась, а привозилась по этапам, а по категориям. Сначала отбирались, ну, чтобы вы понимали, поляков, которые попали в Красную армию в плен, их даже пленными трудно было назвать, поскольку Советский Союз не объявлял войны Польше, и они были интернированы, задержаны, кто угодно, они были с точки зрения международного права, но не пленные. поэтому после того, как Польша исчезла, была поделена между Советским Союзом и Германией, после того, как Советский Союз, основываясь опять-таки на подписанном 23 августа 1939 года Пакте Молода Риббентропа, он присоединил страны Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, Берия понял, что у него просто, вы не поверите, не хватает концентрационных лагерей. Старобельский концентрационный лагерь находился в бывшем женском монастыре, сейчас он опять действующий женский монастырь всех скорбящих радостей. Видите, как если есть кто-то поклонники символизма, оккультизма, как оно все, жены мироносицы, все скорбящие радости утешительницы. И здесь же какая-то, наверное, сверхъестественная рука, что ли, ведет, только с каким знаком, с плюсом или с минусом. Более того, у поляков после всех этих событий есть специально икона Божья Матерь Катыньская, где как раз стриженный коротко солдат преклоняется к Божьей Матери, и у него полевое отверстие, как раз совершенно на почерк нашего советского НКВД, которые стреляли исключительно в затылок между шейными позвонками, чтобы смерть была мгновенной и меньше было крови, забрызгать фартухи. Почему привозилось? Потому что по категориям определялось, выделялся железнодорожный транспорт, Старобирск железнодорожный узел, в Харьков их привозили, выгружали машинами. Да посмотрите фильм Анджиа Вайды, тем более отец Вайды сидел в Старобирске и лежит здесь у вас в Харькове. И Вайда приезжал в Харьков. Катынь так и называется. Но до Старобирска Анджи не доехал. И здесь все очень четко было сколько кого когда какой ночью расстрелять. Более того, расписано до таких мелочей, если вам интересно будет, если я не нагоняю жутье и чернухе, а вплоть до того, сколько выдавалось спирта для дезинфекции фартуха, сколько спирта шло внутрь для снятия напряжения, и сколько потом давалось отдыха расстрельной команде. Более того, я не зря вспомнил об ноябре месяце. В Киеве будет международная конференция и будет вместе с моей книжкой презентована книжка «В палачи Катыни», которую издали совместно россияне, белорусы. Мне самому интересно. И вот там действительно пофанирно, поскольку все это осталось, кто за эти расстрельные дела получил ответ в материи, кто орден на грудь, а кто просто повышение по службе, это там все тоже есть. Поэтому почему в Харькове? У вас с 1918 года, с 1918 года, Харьковская АЧК, НКВД, ну, зарекомендовала себя как расстрельный полигон. Я могу сказать, что... Да, конечно. И вот просто здесь были спецы. Более того, не просто спецы, специально, вот до сих пор катинская тема, она многогранна. И до сих пор рассказывают, что даже в Катыни нашли пули в черепах, засевшие от немецких парабелумов. Так вот, чтобы выяснили весь этот вопрос, это эти самые парабелумы. Во-первых, были закуплены в Германии, во-вторых, были изъяты у Прибалтов, у Литвы, Латвии, Эстонии, и просто наши Реонаганы и ТТ не выдерживали нагрузки. Немецкое качество и здесь проявлялось. Здесь, чтобы, если я слишком долго рассказываю, здесь было место, тем более специально огорожено те самые пятихатки, ведь вы не забывайте, это тогда еще пригород Харькова был. Здесь были специалисты и здесь были все условия, чтобы окончательно запутать следы. Потому что уникальный случай, уникальный случай, если в Катыни Смоленске легли все, в Осташкове легли все, а со Старобельска 78 человек, один вагон, там детективная история. Ее сначала отправили в Грязовец, потом его отправили в Харьков, но он в Харьков не доехал. Но это объяснение, скажем так, официальное Российской Федерации, что пошла какая-то нестыковка. Этого не могло быть. Просто из 78 человек остались. Весь костяк будущего войска польского, которое формировалось в Советском Союзе, вплоть до того, что полковник, а впоследствии генерал Берлинг сидел в Старобельске и поляки рассекретили его подписку о сотрудничестве, а в плен его взяли в Вильно, и он еще в Вильно дал согласие на это все здесь есть, на сотрудничество с органами НКВД. И вот эти 78 человек это тот костяк, который потом, как они считали, когда Гитлер уже напал на Советский Союз, которые ведь расстреляли, еще раз подчеркиваю, элиту Польши. А расстреляли порядка 22 тысяч человек, но в плен попало порядка полутора миллионов поляков. Плюс еще не забывайте, была специально проведена чистка Западной Украины и выселяли поляков даже в 41-м году в Казахстан, Среднюю Азию и в том числе к нам на Донбасс. И из этого человеческого материала и собирались сформировать польскую армию. Почему знаем о Старобельске так много? Один из этих 78, мало того, что он был ротмистром, капитаном, мало того, что он был графом, художником, поэтом, Иосиф Чапский, он оставил воспоминания, которые очень тоже символично называются на нечеловеческой земле, на нолюдской земле, или записки узника Старобельского лагеря. И он, ну вот тут тоже судьба непредсказуема, он вместе с генералом Андерсом в 42-м году ушел через Иран в Египет, Монте-Кассино, в Англии, и вот до конца своей жизни польский граф не мог въехать в Польшу и похоронен в Англии, а потом перезахоронен в Варшаве, когда уже Польша обрела независимость. Поэтому мы очень подробно знаем быт этого лагеря именно со стороны как с нашей советскими документами, так и изнутри воспоминания самого узника Йосифа Чапского весло внимания. Питание питание таке, десь у 2015 уроці я уже бачила интервью с паном Зинченко, такий автор книги, теж про Часть Папуги. Так, Година Папуги, та він, якщо я правильно памятаю, він є співавтором або співрежисером документального фільму, про який ви згадували. Так ось ще тоді він казав, що поставало таке питання, що ж таке Україна у цьому питанні? Вони що, виконавці, жертви, чи це лише жертви обставин? Якщо вони жертви обставин, то чому ми, тобто ми визнали цей період як трагедію, але чи було покаяння? Навіть у підручниках з історії немає жодної згадки, так, про катинь, ну, власно, немає про багато яких історичних фактів та трагедій, але цю історію піднімають вже не перший рік і чомусь ніяк ми не дійдемо до якоїсь або відповідальності, або, може, ну, хоч якоїсь згадки у підручниках. Ну, пан Зінченка, не дивлячись на те, що в 2015 році він був заступником директора інституції національної пам'яті, не володіє інформацією. В школьному підручнику под редакцією ГУПАН, Пам'ятун, вони посилаються на мою книжку це раз, і вони кажуть далі. А є дуже гарний український історик Дніпропетровський Ігор Щупак, і він теж дає це. Так що пан Зінченка не зовсім володіє інформацією, і він, не володіючи інформацією про шкільні підручники, виходить на філософський рівень. Що таке ці події, скажімо так, от бачите, а що таке Україна? Та ні, я от виводжу на те, і будьте ласкаві, тим більше в мене передостання глава називається «Катинське питання і сучасна Росія». Я виводжу на те, що «Катинь» це єдиний, поки що офіційно визнаний і доказаний злочин комуністичного режиму на міжнародному рівні. Він визнаний самими росіянами, бо навіть Держдума прийняла рішення, але, правда, за часів пана Медведєва, коли він був, як це сказати, пом'якше, між тим і цим і тим самим. Зараз вони спробували вже в цьому 2020 році, але коронавірус і процес обнулення завадив їм відмінити рішення своєї ж Держдуми, де офіційно Росія визнала, що це був її злочин. Тобто, це злочин комуністичного режиму. Далі, цей злочин комуністичного режиму визнаний на міжнародному рівні. Польща, Сполучені Штати, Англія, все ті, хто зразу ще сказав на 40-50-й роки, що то справа рук бішовиків. І чому ми на це і виходимо, що 23-го нашого з вами серпня це не тільки день визволення Харкова і не тільки день визволення скажімо так державного нашого прапора, але це день об'єднаної Європи. Коли Європа об'єднується, коли згадує загиблих як від рук фашистів тоталітарного режиму, так і від рук комуністів, це теж тоталітарного режиму. І я кажу, я б навіть глибше поставив би питання, що це оце йде процес декомунізації, це ж не тільки знести пам'ятники Леніму, Дзержинському, чи ще та не тільки перейманувати вулиці і міста, це викоронити ці тоталітарні корені нашої свідомості. Тим більше, що ви подивіться, оці так звані ЛНР, ДНР, ПМР, Придністровська, Молдавська республіка, Абхазія, вони ж всі екстраполюють свідомість, як було раніше все добре. І оце все раніше було добре, тому що була тверда рука, тому що було встановлений порядок, тому що було впевненість в завтрашньому дні, тому що нам не вистачає, нам не цього не вистачає, нам не вистачає того, щоб наша свідомість відкинула це все, як хібний шлях. От дивіться, якщо я вже трохи згадав, і ще раз згадаю, поляки це зрозуміли у 20-му році, коли вони в предмісті Варшави зупинили навало за допомогою наших бійців Української Народної Республіки. Вони зупинили, якби пала Варшава у Тухачевського, вже через два дні він виходив в Германію, а в Германію чекали вже Радик, Тельман, придушені Спартаківці, і тоді не повірите, в цю книжку не війшло, але я зараз до бірку агітаційних плакатів з архівів підготував, що нам для світової революції наше збіжжя, наше Чернозем і все, що таке Україна, і машинобудівна промисловість, хімічна промисловість Германії. От нам тільки ця Польша і пробитий коридор, і все буде гаразд і засяє світло над всім світом Продзарської революції. Не забувайте, що найбільш дієва, скажімо так, секції коментарно-комуністичного інтернаціоналу, який об'єднував всі робітничі і пролетарські партії всього світу, це якраз було вишукати слабке звено. І вони вважали, що в Європі саме те слабке звено, ну, 40 кілометрів не вистачило пробитися до Варшави. Якби ті не повірити, цим 40 кілометрам стільки наукової літератури присвячено було з 20-го року і навіть по сьогоднішній день за 100 років, що можна екватор раз за три обгорнути, чому саме у будьоного кінь спіткнувся, чому Сталин не дав вчасно телеграму, всілякі причини інгаради вишукувалися. Крім одного, те, що зупинили, те, що зупинили, як поляки кажуть, чудом навісне. І, до речі, от поляки, воюючи з усіма, з 18-го року, саме битви під Варшавою вважають те, що дійсно народилося військо польське. Тобто, в них це офіційне свято. Це свято польської зброї, яке дійсно відстояло і країну, і столицю, і, як вони кажуть, відтягнули світове панування комунізму. Якщо я зміг розповісти докладніше, не вдаючись в такі філософські питання «Україна жертва, виконавець» чи то. А ви знаєте, це, скажемо так, тема Катині не повірюти, вона безмерна, безмежна. Вот, можна я чуть-чуть, тем более, прекрасна половина чоловішества здесь находится. У мене вошло, я даже зачитаю стихи, лирическое отступлення. Помимо того, чтобы мы уже рассказали о палачах, о жертвах, о всех международних аспектах, одна из знаменитейших поэты русского серебряного века Анна Ахматова. Ну, казалось бы, где Анна Ахматова, где Катынь, где Старобель, где Харьков. А с Вашего позволения, два стихотворения, можно я сам лирическое, на мой взгляд, два стихотворения Анны Ахматовой. «В эту ночь мы сошли друг от друга с ума, светила нам только зловещая тьма. Свои бормотали арыки, и Азии пахли гвоздики, и мы проходили сквозь город чужой, сквозь дымную песнь и полуденный зной, одни под созвездием змея, взглянуть друг на друга не смея. То мог быть Стамбул, или даже Багдад, но, увы, не Варшава и не Ленинград, и горькое несходство душило, как воздух сиротства. И чудилось рядом шагают века, и в бубен незриме била рука, и звуки, как тайные знаки, пред нами кружились во мраке. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто мы шли по ничейной земле, но месяц алмазной филукой вдруг выплыл над встречей разлукой, и если вернется та ночь и к тебе в твоей для меня непонятной судьбе, то знай, что приснится кому-то священная эта минута. Я извиняюсь за столь пространственное отступление, но это стихотворение из цикла Ахматовой Ташкентские стихи считается вершиной лирической поэзии, и посвящена она уже упомянутого нам выжившему Юзефу Чапскому, у которого действительно в 1942 году это и признает сама Ахматова и сам Юзеф Чапский был очень бурный и очень красивый роман, и после 1942 года они встретились уже в Париже в 1968 году. То есть это действительно вот такое маленькое, но яркое чувство, которое как болит, метеорит, мелькнуло на звездном небе, которое и Ахматова и Чапского ставило вот такие лирические строки. Давайте немного еще поговорим про то, что сегодня происходит. Вот этот вопрос, который существует в нашем историческом дискурсе и в российском. Для современной Украины все эти события 80-летней давности что по-вашему представляют? И вот что они сейчас представляют для России? Потому что мы слышали высказывания президента России о том, что поляки чуть ли не сами виноваты в том, что на них напали. Да, там, конечно, понятно, сложная история, можно действительно многие доводы приводить, но тем не менее есть факт того, что по сути первопричиной стало уже событий этих. Поделитесь вашим мнением, пожалуйста. Очень многоплановый вопрос, давайте попробуем сначала. Вы знаете, я катынской темой, ну, буквально в 2004 году я сделал книгу, залили ее в интернет, она висит, и я как-то успокоился, начал заниматься лемками у нас есть такое, Славяно-Сербия, ну, то есть другими неизведанными пластами. И вдруг, когда я слышу, а тем более это было в 2019 году, когда Владимир Владимирович начинает рассказывать со ссылками на архивные документы, я понимаю, что это те архивные документы, которые я держал в руках. Что да, действительно, но получилось очень интересно. Владимир Владимирович, как в хорошей репризе, читает до запятой. Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали, это мы пропускаем. То есть Владимир Владимирович, вернее, те, кто готовил документы Владимира Владимировича, это действительно документы, они хранятся, они хранились. Если я в этот короткий промежуток 90-91 сумел на них посмотреть, то сейчас они закрыты, россияне, они их не посмотрят. И Владимир Владимирович правильно берет первую фразу, которая ему нравится, подводку, все остальное упускает за фактом. А что сейчас происходит? Сейчас происходит следующая жертва агрессии, я так понимаю, если мы, это как раз ему не обязательно вся Польша, ему не обязательно вся Прибалтика, ему нужна болевая точка, как это было в Молдавии, когда я уже вспомнил Приднестровская Молдавская Республика, как это в Грузии, в Сосетии и Абхазии, как это в Украине с Донбассом, ему нужна болевая точка, которая будет постоянно напряжение держать и отвлекать силы и средства и политику. И вот поэтому я и посчитал своим долгом, еще раз вернуться к Катыни, пересмотреть и сдать. Причем удивительнейшая вещь, волшебная сила Фейсбука бросил среди своих френдов, говорю, ребята, чашка кофе, но это надо увидеть. И вот это на деньги собранные по фейсбучному призыву. Поэтому никаких грантов, никакой помощи ни от кого, это еще раз говорю, волшебная сила Фейсбука. В России не поверите, но они считают, что с нами они уже разобрались, у нас здесь гражданская война с точки зрения россиян, я подчеркиваю. Соседи все ближайшие, ну сейчас очередь до Белоруссии дошла, почему я говорю, потому что это более ближий выход к территории Польши, тем более не забывайте, что россияне вспоминают о том, что если да, пакт Молотова-Риббентропа приступен, то и земли, которые отошли к Белоруссии и к Украине, так называемая Западная Белоруссия и Западная Украина или кресы, сходни, как поляки говорят, это тоже их юридический вопрос этих земель проблематичен, то есть они и не польские, но не белорусские и не украинские, и с точки зрения может и Витебские народные республики возникать, и все что угодно, и Сувалская народная республика, не удивлюсь, особенно если я четко знаю, что в 2014 году помимо проекта Новороссии покойный Эдуард Лимонов ваш, имеющий прямое отношение к Харькову, попытался раскрутить проект Желта России, когда он попытался северные области Казахстана чуть-чуть покачать, но надо отдать должное, что Назарбаев очень оперативно среагировал, то есть вот опять-таки казалось, 80 лет назад подписали, кстати, очень настойчиво всем рекомендую, пожалуйста, если найдете, поставьте песню Городницкого 1939 год, она так и называется, очень забытая песня, я попытаюсь по памяти воспроизвести, что с неба сыплется желтое золото, с волги веет степной суховей, Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает заморских друзей, и вот там в очень доступной форме сама путь, суть этого пакта изложена, и вот очень рефрен такой жесткий, но не знает закройщик излюблено не и кроить ему сукну впредь, что семья его будет загублена, и в печи он будет гореть. Вот это то, что как раз получилось, как сняли седьмую печать с ворот ада и выпустили вот эти страсти. Ведь не забывайте, в 1939 году никому в голову не приходило, что война будет мировая, в которую будет вовлечено 88 государств, которая 6 лет продлится, которая поменяет все, что угодно. Нет, был между собой договорняк. Ты забираешь то, что раньше Пруссии принадлежало, я забираю то, что принадлежало Российской империи. Я напоминаю, что Варшава была губернским городом Российской империи, как и Харьков. Кстати, третий университет варшавский ваш был второй Каразинский. И поэтому вот этот договорничок между собой вылился, потому что никому не дано предугадать, что будет завтра. И это не было ни гениальному в кавычках Сталину, ни бесноватому фюреру, что вот эти их розчерки пера привели к тому, что задымили крематории или на Колыме начали трупами вместо шпал мастить узкоколейки. То есть они потеряли, как говорится, все ограничения, им все можно, они стали над всеми самыми знаменитыми. Это точка зрения России. Россия в этом сейчас никогда не признается, особенно на фоне того, что имперское величие встает в колен, она возвращает себе статус сверхдержавы, супердержавы и так далее, и так далее. Поэтому даже то, что было в лучшем случае, в лучшем случае, это опять молчанием зависит. В худшем случае, как мы видим, это перешло в агрессию, что да, немцы напали, мы напали, но вы сами виноваты. Вы сами виноваты, потому что мы на вас напали. С точки зрения у нас что происходит? Украинский диспут, он как таковой нет, мы четко признаем, что это преступление, совершенное советскими спецслужбами, более того, кто-то мягче, кто-то жестче, но имейте в виду, что документы, которые еще Михаил Сергеевич Горбачев передавал еще Войцеху Ярузельскому, я уже упомянул, в 1990 году, это был основной архив Харьковского управления Комитета Государственной Безопасности. Поэтому здесь у нас скорее вопросы состыковки исторических нарративов и фреймов с россиянами, чем между собой. У нас, я же говорю, даже упомянутый господин Винченко, он сейчас на историчной правде ведет и страницу, и периодически выставляет вот этот «Час попуги». Доступ, пожалуйста, ознакомьтесь, поэтому там нет ни разногласий, ни разбежности. Причем свою книгу «Час попуги», если мне память не изменяет, он, по-моему, в 2011-м в Харькове вот здесь и презентовал в польском консульстве. это то, что если я опять манюстями не ушел, отвечая на ваш вопрос. Ну, хорошо, напоследок, книгу можно в электронном виде найти. Совершенно верно. Если кого-то заинтересует, моя страничка в фейсбуке, пожалуйста, если будут у харьковчан интересы, я могу оставить координаты даже через вас, если вам это не будет трудно. Я очень бы хотел, чтобы действительно эта многострадальная книга, ну, я не шучу, получается, с 88-го, ну, ненавязчиво, получается, 32 года, чтобы они хоть как-то остался след вот этого, ну, скажем так, нелегкого труда и не всегда воспринятый. Я просто, если уж напоследок, могу сказать, сказать, что Луганская облгосадминистрация трижды, трижды подписывала эту книгу в печать. Я уже один раз держал, это, правда, было в 2008-м году, еще до Зинченко, уже гранки держал, но по каким-то техническим, политическим, метеорологическим, всемугодным причинам, ну, не получалось. И вот я с чего говорю, если мы завершаем. Спасибо вам, вот мы с вами, это не громкие слова, мы с вами гражданское общество. Когда я вас не знаю, мы с вами, вас тема заинтересовала, я над этой темой работаю, я сам по себе, мы с вами состыковались и пытаемся донести свою точку зрения, которая, может быть, как, спасибо за вопрос, несколько отличается от тех, что позиционирует, тем более, кардинально отличается от тех, что позиционирует Российская Федерация. Но вот это и есть гражданское общество, когда у человека есть и экономическая свобода, и политическая свобода, и историческая свобода выбора. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова